Доктор биологических наук Петр Горяев утверждает, что может сделать лекарство против спида, птичьего гриппа, по сути, против любого заболевания. Но оно будет действовать только на определенного человека. Лекарство, которое предлагает Петр Горяев, это волны с закодированной информацией. Воздействием этих волн можно регенерировать любой орган и сделать человека бессмертным. Если вы не сумели заменить свои старые органы на молодые, то есть сердце, почки, печень, сосуды и так далее, то вы будете стареть. Если вы сумели заменить, значит вы будете молодым вечно и будете жить долго, по крайней мере тысячи лет, как жили наши библейские старцы. Сим, Хам, Иофет и Ной, их отец. Первым пациентом метода волновой генетики Петр Петрович стал сам. Он записал информацию собственной волосяной луковицы, стал прослушивать запись и затормозил старость. Результат, как говорится, на лице. А ведь Петру Горяеву 68 лет. Я прекрасно помню все свои физические показатели, которые у меня были в 25 лет. Я их сейчас повторяю. То есть я отжимаюсь по 100 раз от пола, могу больше, у меня рекорд 200 раз. Я каждый день бегаю по часу. Я проплываю 100 метров быстрее, чем за 1-12, минуту 12 до сих пор. То есть я повторяю свои показатели, это как раз свидетельство того, что наши технологии работают. Вот как работает метод волновой генетики. При помощи квантового биокомпьютера считывается генетическая информация с объекта. Затем звук и видеоизображение полученной информации записывается на DVD-диск. Лекарство готово. Эту запись время от времени нужно прослушивать. Слышите, как наши с вами лимфоциты, какой они дают интересный звук. Уникальный звук. Одновременно информация с них же подается на нас. Если, например, человек болен раком крови, да, вы подаете здоровые клетки, информацию, считанную со здоровых клеток, подаете на больного человека, у которого, значит, рак крови, да. И вот этот спектр говорит, делай, как я. Я очень упрощаю. Чтобы затормозить старение в качестве объекта записи информации, Петр Горяев предлагает использовать пуповинную кровь новорожденного. Это действует на кого? Действует прежде всего на самого ребенка, когда он начнет стареть после 30 лет. Раз. Одновременно будет исправлять все его патологии, все его болезни. То есть ребенок должен быть здоровым. Действует на папу и на маму, естественно. И на бабушек, на дедушек с обеих сторон, со стороны папы и мамы. То есть ближайшие родственники – это сфера действия вот таких матриц. За плечами у академика много экспериментов. Результаты некоторых из них просто потрясают. К примеру, в 2001 году он совместно с группой ученых в Университете Торонто в Канаде регенерировал поджелудочную железу у крыс. Информация была снята с поджелудочной железы новорожденных крысят. Позже эксперименты стали проводить на людях. В 2005 году одной из первых пациенток стала 60-летняя женщина, страдающая сахарным диабетом. Информацию снимали с крови ее 10-летнего внука. Через 3 месяца она вдруг пожаловалась, что у нее сильно опухло и болит челюсть. У нее вдруг опухает верхняя и нижняя челюсть. Она не понимает, в чем дело. У нее зубов нет, только один единственный зуб у нее остался. И она бежит, естественно, снимать рентгенограмму в своей челюсти. В чем дело? И к удивлению, к шоку врачей и ее собственного, вдруг были обнаружены у нее 3 зуба. Это рентгеновские снимки женщины с тремя новыми зубами после лечения. Причина регенерации коренных зубов у женщины, о которой я вам говорил, заключается в том, что у нее оставались стволовые клетки, зародыши этих зубов. И мы их простимулировали, введя туда генетическую информацию, откроя ее внука. После этого незапланированного эксперимента Петру Горяеву запретили работать дальше. Но он не привык останавливаться. Сейчас Петр Петрович с гордостью показывает фотографии пациентки из Украины. У нее синдром Шарко-Марии. Вот наложенные друг на друга снимки ног этой девушки до и через месяц после начала лечения. Скрюченные конечности заметно расправились, появились мышцы. Мы сами не ожидали этого. Это все единичные случаи. Единичные случаи. Понимаете? Это под контролем у врачей все делается, все, чтобы избежать всяких упреков. Увы, старение – запрограммированный процесс, заложенный в генах.